Всем привет! Здорово, что зашли на iZender Today! Смарт-браслеты или фитнес-браслеты в последнее время стали очень популярным девайсом и не только среди спортсменов, что характерно. На самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что в принципе такие браслеты умеют много всего, что пригодится не только в спорте, не только в тренировках, но и где-то в повседневной жизни. У меня на канале уже была пара обзоров браслетов, но все популярных брендов Honor, Huawei, где все плюс-минус одинаково. А тут предложили попробовать любопытный девайс с интересным набором функций, да еще и от российской компании. Короче говоря, знакомьтесь, GSM-IN E11. Для начала посмотрим на конструкцию, ну то есть я покажу, а вы посмотрите. Тут в общем-то без каких-то непривычных решений. Корпус сделан из приятного софт-тач пластика, собран хорошо. По крайней мере каких-то щелей нет, да и не отвалилось ничего за то время, что я им пользовался. Почти всю лицевую сторону занимает цветной LCD экран, а прямо под ним сенсорная клавиша для навигации по интерфейсу и управлению разными функциями. Есть у нее и еще одна задача, но об этом чуть-чуть попозже. На обратной стороне расположены всякие датчики, короче говоря, все на своих местах. Показалось забавным то, как к капсуле крепится ремешок. По сути, каких-то дополнительных креплений нет. Чтобы снять, нужно просто хорошенько потянуть. Чтобы надеть обратно, соответственно, просто натянуть его до упора обратно. И делать это придется периодически, потому что под одной из половинок ремешка находится разъем для зарядки. Сделано удобно, он имеет обычный USB разъем, то есть можно напрямую подключить к компу без всяких переходников, проводов и так далее. От одного заряда девайс работал у меня где-то 5-6 дней с включенным постоянным мониторингом пульса. Сам ремешок силиконовый с обычной застежкой, как на часах. Разумеется, есть влагозащита по стандарту IP67. В бассейне поплавать не довелось, но купание в ванной и приемы душа браслет пережил без проблем. А сейчас будет часть про нетипичные возможности. В большинстве популярных моделей набор функций вполне стандартный. Трекинг различных активностей, шагомер, датчик сердцебиения и мониторинг сна. В принципе, в большинстве случаев хватает и этого, но у GSM IN E11 есть еще кое-что. Например, эта штука умеет делать ЭКГ. Да, вот прям как в поликлинике на медосмотре. Запустить ее можно прямо через меню самого браслета или через приложение, о котором тоже обязательно расскажу подробнее чуть позже. После запуска остается принять рекомендуемую позу в инструкции, что все расписано и немножко подождать. Если запустить через приложуху, то попутно можно любоваться графическим отображением. Короче говоря, если у вас есть дети или младшие братья-сестры, то игры в доктора можно перевести на новый уровень реализма. Но если серьезно, то штука реально любопытная, хотя, конечно, надо учитывать, что по точности любые подобные девайсы не сравнятся с медицинским оборудованием. Так что каких-то диагнозов на основании показаний браслета вам, конечно же, никто не поставит. Но поймать момент, когда уже пора бы, наверное, обратиться в поликлинику, чтобы там уже разобрались, есть ли повод для беспокойства или все в порядке, эта штука вполне себе может. Главная проблема, это, конечно же, иметь под рукой такого человека, который мог бы помочь расшифровать, что вообще значит, что это вот диаграмма, которую нарисовал датчик ЭКГ. По-хорошему, конечно, должен был бы быть какой-нибудь онлайн-сервис, в который можно было бы эти результаты загрузить и получить примерный отчёт о том, что здесь вообще творится. А может быть, такое уже и есть. Если знаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Кстати, один момент меня прям умилил. Чтобы ЭКГ делалось лучше и точнее, в комплект с Е11 положили, никогда не угадайте, специальный гель. И вообще, к слову о комплекте и упаковке, продаётся браслет в такой вот прикольной металлической, прошу заметить, коробке. Вторая любопытная функция тоже, скажем так, больше медицинского назначения. Это отслеживание артериального давления. Тут тоже нужны оговорки по поводу точности и достоверности данных, но в моём случае я не поленился зайти в поликлинику. Там у нас стоит автоматический аппарат для измерения давления, и показания браслета были близки к тому, что я получил на этом аппарате. Запустить его можно тоже, как напрямую через интерфейс браслета, так и через приложение. Кстати, разница, как именно запускать, как ни странно, есть. Если вы запустите ЭКГ или замер давления с браслета, то результат не сохранится в приложении. А вот когда это происходит через программу, то статистика остаётся в ней же. Со стандартным набором функций у GSM IN E11 тоже полный порядок. Есть всё то же самое, что и у всех. Мониторинг сна, мониторинг пульса и куда уж без него шагомер. Некоторые вопросы у меня возникли только к точности определения периодов сна, потому что бывало, что, например, по данным браслета я ложился спать в 5-6 утра, хотя на самом деле уже как несколько часов видел сны. По шагомеру тоже есть небольшие расхождения. Я не поленился и посчитал вручную и сравнил с показаниями браслета, но тут на самом деле погрешность есть у любого браслета, по крайней мере из тех, которыми я пользовался. Для интереса ещё сравнил его со своим Honor Band 3 и я вам скажу точность именно по шагомеру. У них совпало полностью. На 700 шагов разница составила 3. Есть и режим тренировки, но не такой продвинутый, как в некоторых моделях, направленных именно на спорт. По сути, прямо сейчас можно выбрать только бег. Возможно, с обновлениями приложения и прошивки самого браслета добавятся и новые типы тренировок. Показывать входящие уведомления и звонки он тоже умеет, но из-за того, что разрешение экрана не особо большое, то текст влезает немного. Кроме этого, есть ещё всякие небольшие, но полезные возможности, вроде поиска смартфона, функции таймера и будильник, разумеется. Ещё одна полезная фишка – браслет можно использовать как удалённый спуск затвора для камеры. И немного про само приложение, с которым работает браслет, называется H-Band 2.0, качается из Play Market и интерфейс в нём в целом простой. Есть три основные секции. На первой собраны виджеты, на которых отображается статистика по всем отслеживаемым параметрам. Вторая выделена полностью под беговые тренировки и третья отдана под настройки и всё такое. Разобраться несложно, хотя часть пунктов спрятаны, ну, скажем так, не совсем очевидно. Например, чтобы найти, как запустить замер давления через программу, пришлось покопаться. Оказалось, что достаточно нажать на кнопку «Ещё» на главном экране. Но такие мелочи изучаются в течение пары дней использования и впоследствии всё уже делаешь на автомате. Вот такой любопытный аппарат. Думаю, особенно понравится тем, кто хотел бы получить больше возможностей по отслеживанию своего состояния, чем те, что предоставляют какие-то обычные модели браслетов. Но, с другой стороны, если именно нужна более модель, которая направлена на спорт, на отслеживание различных видов тренировок, активностей, то имеет смысл как раз-таки посмотреть на какие-то другие модели. Что касается стоимости, то Е11 стоит 6 тысяч рублей в фирменном магазине. Как всегда, если обзор понравился и был полезным, то поддерживайте канал своими лайками и подписками. Если будут вопросы и дополнения, то жду вас в комментариях. А у меня на сегодня всё и увидимся!